здравствуйте мои дорогие ребята мы продолжаем героическую серию ответов на ваши потрясающие вопросы где каждый день в вот таком видео формате я отвечаю на ваши замечательные вопросы либо же в формате нарезанных видео либо же в формате прямых эфиров поэтому обязательно подписывайтесь на этот канал здесь обязательно нажимайте звоночек чтобы не пропускать а лайв эфиры и конечно оставляйте интересующие вас вопросы под описанием этого видео в комментариях сегодня ребята мы работаем с просто отличным вопросом который звучит примерно следующим образом сочетание групп мышц на тренировке грудь спина бицепс трицепс или грудь трицепс спина бицепс вот это вся история ребята с мышцами антагонистами либо мышцами синергистами сегодня наша тема поехали друзья мои и как всегда перед до ответом на ваши замечательные вопросы я призываю вас вступать в ряды марафонцев где а в моем пг марафоне в течение трех недель мы будем бороться и просто творить чудеса со своим телом что такое пг марафон под моим видением переходите по ссылке здесь как записаться по графон под описанием этого видео поехали дорогие мои ребята сочетание классические которые говорится в этом вопросе спина бицепс что это означает это мышцы которые отвечают за притягивающие к себе движение грудь и трицепс это мышцы которые отвечают за отталкивающие от себя движение в классической схеме подчеркивать классической схеме бодибилдинга подразумевается разные компоновки групп мышц в разные тренировочные дни также подразумевается отдельная тренировка рук например где тренируется только бицепс и трицепс либо отдельно бомбиться трицепс также подразумевается тренировка например супер серии где у нас есть набор либо сочетание несочетаемых групп мышц все это друзья мои потрясающе но опять же корнями уходит стероидный тренинг на кой хрен вам он нужен если же вы не используете препараты каждый раз я бьюсь головой об стену этих стероидных стереотипов как с дробным питанием точно так же как и с вот таким тренингом это прекрасно работающая схема и она безусловно даст вам результаты если вы будете начинать с нуля если же мы говорим о тренировках на каком-то уровне натурального атлета то тренировка грудь трицепс отлично будет работать прекрасно это жимовая тренировка ее я бы отнес в отдельно один день в неделю либо же в отдельно стоящий 10 дневные график 2 тренировка никак не по принципу спина бицепс она идет по принципу высокоинтенсивной интервальной нагрузки вам нужно выстреливать ваш пульс до отметки 150 третья тренировка ваш цикл 10 дневный проходит под эгидой либо кардио где вы бежите 10 километров либо плавание либо если вы чувствуете что вы восстановились после груди вы можете сделать мощную базовую тренировку вы постоянно меняете типы ваших тренировок обязательно должна присутствовать коли эстетика это работа с турниками это работа с брусьями это работа со своим весом скором со своим с центром вашей силы обязательно вы постоянно варьируете ваш тренинг и вы не зацикливаетесь на классических методиках бодибилдинга потому что бодибилдинг подразумевает строительство тела с использованием гормонов где вы растете как бройлерный цыпленок ни о какой калле эстетики речь не идет ни о какой высокоинтенсивной интервальной нагрузке где пульс до 180 выстрелить речь не идет ни о каком беге плавание тоже речь не идет мы всецело той схеме концентрируемся на памповых на силовых тренировках которые задействуют непосредственно целевую мышечную группу и современный бодибилдинг вообще на больших весах не строится потому что те огромные мышечные объемы достигаются путем памповых тренировок сравнительно небольшие веса для мышечных объемов которые современные бодибилдеры демонстрируют отсутствие травматизма посмотрите на роли холлмана который потрясать невероятные веса поднимал был величайшим до аргументированно бодибилдером на планете и сейчас бедняга весь поломан посмотрите на филлахита современный мистер олимпия 7-8 кратный без единой травмы человек прошел всю карьеру и пора продолжает победным ходом идти почему потому что больших весов нет относительно подчеркивай больших весов нет потому что препараты позволяют восстанавливаться сумасшедшей скоростью потому что мышечные группы которые прорабатываются отдельно день бицепса день передней дельты плеча день задней дельты плеча день груди день 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 ваш друзья мои натуральный тренинг так не строится ваш натуральный тренинг строится одна тяжелая тренировка выработали гормоны одна высокоинтенсивная тренировка выработали гормоны вам нужно заставлять свой организм вырабатывать ваши Мать их гормоны. Вы не используете гормоны из шприца, а потом по пути обычного пампа вы загоняете эти гормоны в мышцы и они растут. Это все очень утрировано. Безусловно, тренинг с использованием допинга это очень больно. Вы каждый раз должны толкать себя за грань. Это просто титанический труд. Огромный респект ребятам, которые так занимаются. Не поймите меня неправильно. Но, когда я говорю о разности тренировок, я говорю, друзья мои, о том, что схема классического бодибилдинга для натуральных атлетов не совсем подходит. Она подходит на 50-40%. Добавляйте к этой схеме еще высокоинтенсивный интервальный тренинг, еще кардио дополнительно, еще турники. Разнообразьте ваш тренинг с классическим русским инструментом, который называется гиря. Гиря это фантастика. Просто свободный вес, над которым вы доминируете, когда вы делаете швунги, когда вы делаете рывки, махи. Гири это фантастика. Тренируйтесь разнообразно. Спасибо вам огромное за ваш замечательный вопрос. Друзья мои, пожалуйста, не забывайте писать вопросы внизу под этим видео. Конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и мы с вами двигаемся только вперед. Субтитры сделал DimaTorzok